Добрый день, дорогие друзья! Посмотрите, сегодня у нас следующая сказка Бианки. Называется она «Хвосты». Прилетела муха к человеку и говорит, «Ты хозяин над всеми зверями, ты всё можешь сделать. Сделай мне хвост». «А зачем тебе хвост?» – говорит человек. «А затем мне хвост», – говорит муха. «Зачем он у всех зверей?» «Для красоты». «Я таких зверей не знаю, у которых хвост для красоты. А ты без хвоста хорошо живёшь». Рассердилась муха и давать человеку надоедать. То на сладкое блюдо сядет, то на носу ему прилепится, то у другого уха жужжит, то у одного надоело. Сил нет, человек ей говорит. «Ну ладно, лети ты, муха, в лес, на речку, в поле. Если найдёшь там зверя, птицу или гада, у которого хвост для красоты только привешен. Можешь его хвост себе взять, я разрешаю». Видите, муха прилетела и жужжит тут. Человек чай пьёт, а она ему мешает. Смотрите, какой красивый самовар. И чайничек сверху, и сушки здесь, и яблоки, и варенье. Красота какая! Такие красивые картинки. Обрадовалась муха. Вылетела в окно, летит она садом. Видит, по листу слезняк ползёт. Подлетела муха к слезняку. И говорит, «Отдай мне твой хвост, слезняк, он у тебя для красоты». «Что ты, что ты, — говорит слезняк, — у меня хвоста-то нет. Это ведь брюхо моё. Я его сжимаю, да разжимаю, только так и ползаю. Я брюхонок». Видите, как он с такими усиками. Рожками с такими. А тут муха сидит, смотрит, думала, что это у него хвостик. Муха видит, ошиблась и полетела дальше. Прилетела к речке, а в речке рыба и рак, оба с хвостами. Муха к рыбе. «Отдай мне твой хвост, он у тебя для красоты». «Совсем не для красоты», — отвечает рыба. «Хвост у меня, руль, видишь? Надо мне направо повернуть. Я хвост направо поворачиваю. Надо налево, хвост налево кладу. Не могу я тебе хвост свой отдать». Видите, какая рыбка красивая. И речка тут такие лилии, шикарно. Муха к раку. Муха к раку. «Отдай мне твой хвост, рак». «Не могу отдать», — отвечает рак. Ножки у меня слабые, тонкие. Я ими грести не могу. А хвост у меня широкий и сильный. Я как шлёпну хвостом по воде, так меня и подбросит. Шлёп-шлёп и плыву. «Куда мне надо? Хвост у меня. Место весла». Видите, какие ножки тоненькие у него, у рака. Тут щупальцы такие. И усы ещё длинные. Опять муха ошиблась. Вот тут хвост у него в воде. Его плохо видно, но всё равно так видно. Полетела муха дальше. Прилетела в лес. Видит, на суку дятел сидит. Муха к нему. «Отдай мне твой хвост, дятел. Он у тебя для красоты только». «Вот чудачка», — говорит дятел. «А как же я деревья-то долбить буду? Еду себе искать. Гнёзда для детей устраивать». «А ты носом?» — говорит муха. «Носом-то носом». Отвечает дятел. «Да ведь и без хвоста не обойдёшься. Вот гляди, как я долблю». Упёрся дятел крепкими, жёсткими своим хвостиком в кору. Размахнулся всем телом. Да как стукнет носом. По суку. Только щепки полетели. Муха видит верно. На хвост дятел садится. Когда долбит. Нельзя ему без хвоста. Хвост ему подпоркой служит. Видите, как он? Садится дятел. Размахнётся и стук потом по дереву. И столько щепочки отлетают. Полетела дальше. Видит оленуха в кустах со своими оленятами. А у оленухи хвостик маленький, пушистый, беленький хвостик. Муха как зажужжит. Отдай мне твой хвостик, оленуха. Оленуха испугалась. Что ты, что ты говорит? Если я отдам тебе свой хвостик, как мои оленятки пропадут. Так мои оленятки пропадут. Оленяткам-то зачем твой хвост? Удивилась муха. А как же, говорит оленуха. Вот погонится за ними волк. Я в лес кину спрятаться, а оленятки за мной. Только им меня не видно между деревьями. А я им белым хвостиком машу, как палочкой. Сюда бегите, сюда бегите. Они видят, беленький впереди мелькает. Бегут за мной. Так все и убежим от волка. Нечего делать. Полетела муха дальше. Смотрите, у маленьких оленят маленькие хвостики. А у большой больше и беленький. Так она показывает дорогу, как палочка-выручалочка у них получается. Посмотрите, какие красивые цветочки и грибы. И тут в лесу красота. Полетела дальше и увидела лисицу. Эх, и хвост у лисицы. Пышный да рыжий. Красивый, красивый. Ну, думает муха. Уж этот-то хвост мой будет. Подлетела к лисице, кричит, отдай хвост. Что ты, муха, отвечает лисица. Да без хвоста я пропаду. Погонятся за мной собаки. Живо меня без хвосту поймают. А хвостом я их обманываю. Как же ты обманываешь? Спрашивает муха. И хвостом. А как станут меня собаки настигать? Я хвостом верть, верть, туда-сюда. Хвост вправо, сама влево. Собаки увидят, что хвост мой вправо метнулся. И кинутся вправо. Да, пока разберутся, что ошиблись. Я уже далеко. Видит муха. У всех зверей хвост для дела. Нет лишних хвостов ни в лесу, ни в реке. Нечего делать. Полетела муха домой. Сама думает. Пристану к человеку. Буду ему надоедать, пока он мне хвост не сделает. Смотрите, какая лисичка красивая. А здесь лужок, и ромашки, и колокольчики, и цветочки всякие. И мышки, и жучки. И улитка с домиком. И божья коровка тут. Вот какой красивый лес. Лисичка так прям красавица. Ушки на макушке. Человек сидит у окна, смотрит во двор. Муха ему на нос села. Человек бац себя по носу, а муха уже ему на лоб пересела. Человек бац себе по лбу, а муха уже опять на нос. «Отстань ты от меня, муха!» Молился человек. «Не отстану!» Жужжит муха. «Зачем надо мной посмеялся?» «Свободных хвостов искать послал?» «Я у всех зверей спрашивала. У всех зверей хвост для дела». Человек видит, нет вязаться ему от мухи. Вон какая она доедливая. Подумал и говорит. Муха, муха. А вон корова на дворе. Спроси у нее, зачем ей хвост? Смотрите, это дом. Тут цветы растут рядом с домом. Палисадники, стоп, сено, курочки, корова. Вот полетела муха с носа человека. Дальше к корове. «Ну ладно, — говорит муха, — спрошу еще у коровы. А если и корова не отдаст мне хвост? Живу тебя, человека, со свету!» Вылетела муха из окошка. Села корове на спину. «И давай жужжать, выспрашивать. Корова, корова, зачем тебе хвост? Корова, корова, зачем тебе хвост?» Корова молчала, молчала. А потом как хлистнет себя хвостом по спине. И пришлепнула муху. Упала муха на землю. Дух вон и ножки кверху. А человек и говорит из окошка. «Так тебе, муха, и надо. Не приставай к людям, не приставай к зверям. Надоело!» Видите как? Села на спинку. А коровы хвост для того, чтобы мух разгонять. Корова как шлепнула, и муха умерла. Смотрите, какой красивый домик. И курочки здесь, и лужок красивый, одуванчики, ромашки, цветочки. И какая буренушка, коровушка, красавица. Глазки какие. На этом мы закончили эту сказку. А сейчас всего вам доброго. И до следующей встречи. Жду ваших комментариев. И подписывайтесь на канал. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова